Всем доброго времени суток! С вами Наташа, секреты канзаши. Сегодня я открою еще один секрет. Как в программе фотошоп я делаю, вот из такой картинки, я сделаю наклейку для ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Когда я нашла наклейку, сначала в поисковике я написала. Так, сейчас здесь снегурочка на прозрачном фоне фотошоп, а я написала Эльза. Все на прозрачном фоне. Можно убрать слово для фотошоп. Можно, допустим, просто оставить картинку на прозрачном фоне. Находим картинку. Смотрим и выбираем понравившуюся. Мне вот понравилась вот эта картиночка. Я ее уже открыла. Теперь я нажимаю правой мышкой и открывается окно Сохранить картинку как. И у меня картинка сохраняется в папочке в нужной. Картинка тяжелая, поэтому открывается подольше. Она идет в формате вот PNG. И мы ее сохраняем. Далее открываю фотошоп. Убираем предыдущую картинку. Создаем файл. Файл я буду создавать размером А4. Форматом А4. Так, это мне изображение не нужно сейчас. Открываю файл и достаю вот эту картиночку с Эльзой. Так, куда она у меня загрузилась? Ага, почему-то я ее найти не могу. Давайте, вот она. Открыла. Дальше я перетягиваю вот здесь вот колоночка. Слои, навигатор, история. Вот эти две колоночки, они мне нужны обязательно для работы всегда. Беру вот так вот пальчиком, нажимаю левой мышкой и тяну картиночку, пока не затяну ее на формат, на лист, который только что создали в Дакоме. Все, теперь мы работаем с этим листом. С помощью навигатора, сейчас я увеличиваю размер площади, какой мне надо, и вставляю эту картиночку. Я вот планирую сделать ее размером так, чтобы она поместилась на ленту 4 сантиметра. Вот отсчет. 1, 2, 3, 4. Вот здесь вот будет 4 сантиметра. Поэтому я беру сейчас ее, эту картинку, и уменьшаю. Так, чтобы она у меня поместилась на ленте 4 сантиметра. Вот так. Вот теперь картинка стала размером высоту 1, 2, 3, 4. 4 сантиметра. А в ширину будет 1, 2, 3, 4, 5. 5 сантиметров в ширину. Вот такая вот картиночка у меня получается. Так я хочу бантик сделать двусторонний. Перехожу опять в режим слои. Создаю дополнительно дубликат слоя. Вот у меня получился дубликат слоя. Точно такой же. Далее я его беру, открываю трансформирование и могу его либо отразить по горизонтали, вот оно, либо отразить по вертикали. Оно поменяется всяко-разно. Вот, допустим, я сделаю так. Все. Вот теперь у меня уже эти картинки готовы. Конечно, лист этот немаленький. И прежде чем выпустить это все на печать, мне надо заполнить вот это все картинками. Вот когда я заполню это все картинками, только тогда я это пущу на печать. Весь лист. Лист получается формата А4. Посмотрим, что можно еще выбрать. Не обязательно Эльзу. Допустим, можно сюда добавить, что красивое, ну, Снегурочку, допустим, или Новогодний какой-нибудь сюжет. Ну, допустим, вот Новогодний какой-нибудь сюжет или Новогодний Клепард. Все, пожалуйста, вот вышла. Вот эта очень симпатичная картиночка получается. Да, вот любую. Какая нравится, можно использовать. Вот я еще не решила, что мне нравится. Я немножечко поищу. Так, ну вот я нашла тут еще такие картиночки, которые мне понравились. Новогодние. Сейчас добавлю. Точно так же. Открываем слои. Берем, прижимаем левую мышку и перетаскиваем слой на рабочую поверхность. И делаем картиночку такого же размера. Так же примерно вот сделаю... Примерно так же вот сейчас... Ага, тяжело одновременно делать и говорить. Сделаю так же вот примерно для ленты 4 сантиметра. Но вот эту мне хочется сделать еще для ленты 2 сантиметра. Вот это вот на ленту 4 сантиметра получается картиночкой. Обязательно прижимаем булавку, чтобы изображение не деформировалось. Все, вот такую сделала. Так же создаю, продолжаю дубликат слоя. Вот у меня есть дубликат слоя. И его трансформирую. Вот, можно отразить по вертикали. Разницы не будет. Если мы его развернем, снегурочка будет слева находиться. А Дед Мороз справа. Вот смотрите, если мы ее, к примеру, развернем. Видите? Поэтому большой разницы не вижу. Не применять. Я уже в документе в этом расставила картиночки Деда Мороза. Хочется сделать поменьше. Для этого я создаю вот дубликат слоя. И теперь просто подношу к линейке. И выставляю уже размер на 2,5. Чтобы можно было на репсовую ленту 2,5 сантиметра сделать эту картиночку. Вот еще немножечко уменьшить. Да, вот теперь будет нормальная. Теперь создаем дубликат слоя. Уже вот этой картиночки маленькой. И точно так же его переносим. Трансформируем. Отразить по горизонтали. И убираем. Вот так же делается и заполняется и все остальное. Еще хочется обратить внимание. Вот эта картиночка, где ангелочек маленький. Очень красивенькая. Но вот эта лента, она занимает очень много места. Мы ее поэтому просто с помощью ластика уберем. И благодаря этому, что мы ее убрали, сейчас мы картиночку эту можем увеличить. Вот получается, сейчас я маленечко навигатор сдвину, чтобы было понятно, как это будет происходить. Вот если я ее теперь могу растянуть, и само изображение будет намного крупнее на ленте. Благодаря тому, что убрали лишнюю деталь. Вот так. Два с половиной получилась картиночка. Сохраняем. Теперь точно так же, как и эти картиночки, я ее дублирую. Создаю дубликат слоя. Вот у меня уже две. А теперь трансформирую. Отражаю по вертикали. У меня получается еще две. Картиночки для ленточки. С рождественскими ангелочками. Ну вот я докидала оставшиеся. Правда, не только новогодние. Накидала все в подряд. Сейчас увеличу. И посмотрим, какие картиночки у меня получились. Далее я буду этот документ сохранять. Он у меня в формате фотошопа. Поэтому я его сейчас буду сохранять. Нажимаю сохранить как новогодний. Выбираю формат простого рисунка. И нажимаю слово сохранить. Это будет большой файл. Если его сохранять на наилучшем изображении. Это будет огромный. Это будет 5,5 мегабайт. Это уже лишнее совсем. Поэтому можно просто сделать среднее качество. Допустим, 1,2 мегабайта. Можно и поменьше сделать. Все равно 1,2 получается на среднем. Вот такой вот оставляем. И сохраняем. Теперь оно у меня сохранилось. Открываю. Вот где оно. И получается вот то, что я хотела. Отправляю на печать. Можно печатать сразу в программе фотошоп. Но я его планирую переделывать. Так. Выбираем печать. Не очень удобно держать так телефон. Выбираю наилучшее фото. Формат А4. Это 210 на 297 миллиметров. Простая бумага. Хотя вот бумага, возможно, и фотобумага. Но даже не знаю как. Давайте попробую фотобумагу поставить. И наилучшее фото. Может, еще лучше будет краска ложиться. Проверим. Включаем печать. В принтер я загружаю вот такую бумагу. Она очень тонкая. Это специально бумага для печати на ткани. У нее вот такая пленочка с обратной стороны. А вот на этой бумаге будем печатать. Все. Загружаю в принтер. Все. Печать пошла. Я думаю, это действительно самая качественная печать. Это наилучшее фото. Плюс поставила фотобумага. Оно идет медленнее намного. Но цвета будут более насыщенные. Нравится мне такое дело. Надо еще бумаги покупать. Это у меня один листок последний остался. Я сегодня уж вообще хорошо постаралась. Вот что в результате у меня получилось. Это поистине волшебно. Это очень красиво. Я довольна обалдеть. Вот единственное, вот эти картиночки, вот маленькие, где Дед Мороз со Снегурочкой, не знаю, вот они когда увеличены, смотрятся вроде ничего. Но последние на 2,5 сантиметра уж очень как-то ляписто смотрятся. Посмотрим. Вот ангелочки смотрятся очень миленько, вот эти маленькие. Посмотрим, как будет. Ну, как-то вот ляписто они, мне кажется. Потому что они очень уж маленькие совсем. Получаются они вот настолько малюсенькие совсем. Это вот 2 сантиметра, наверное, даже меньше. Да, даже 2 сантиметра в ширину нет. Такие вот малюсенькие. Вот мышка лучше смотрится, потому что одно изображение. А вот где несколько изображений, лица получаются уж очень малюсенькие. Здесь, наверное... Ладно, на ошибках учимся. Видите, я вот буду из этих делать планеры-кабашоны. Из эльзы, питомцев. Мышечек этих хорошеньких, пухленьких тоже пристрою к этому. Вот что у меня в результате получилось. Это вот я делала, тоже поставила печать, наилучшую печать фото. Здесь вот тоже мышей много наделала. Ну, сильно уж я их осветлила. Вот здесь вот маленечко ошибка. Ну, ладно, на ошибках учатся. В следующий раз буду делать уже вот только такой вариант. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео. Впереди ждет много интересного. Работы я себе на всю зиму сделала. Буду сейчас планеры делать. До ленты. С вами была Наташа Секреты Канзаши. Творческого вдохновения. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok